Здравствуйте, братья и сестры! Свободная пресса, которой хвалился западный мир, умерла и мумифицирована давно. Доказательством этому является гениальная лента Барри Левинсона, которая вышла на экраны за два года, примерно до событий в Югославии, еще до Ирака, соответственно, до-до-до-до-до. Это пророческая лента с Дастином Хоффманом и Робертом Де Ниро в главных ролях. Все очень просто. Президента самой демократической страны в мире, президент сияющего града наверху горы, уличают в неблаговидном поступке накануне перевыборов. Ему нужно придумать победоносную войну для того, чтобы отвлечь внимание электората от событий, связанных с его личной персоной и встревожить народную душу чем-то. Поскольку Америка – это страна, воюющая только за справедливость, но за что же еще воевать в стране победившего Голливуда и бумажных фантиков зеленых? Она только за справедливость воюет. Они говорят, что сейчас не воюем ни с кем. Они говорят, что придумайте войну. Ну, короче, выходит, на ванн-сцене появляется некий жулик, который придумывает виртуальную войну. Специалист по технологиям информационным. И он разыгрывает войну в прямом эфире. Войны нет. Поскольку у американцев с географией плохо. Ну, помню, Джордж Бурш-младший, он вечно путал Великобританию с Австралией или Австрию с Австралией. Это что-то уж точно путал. Они тыкать пальцем в глобус не умеют, даже те, кто колледжи позаканчивал. Поэтому очень легко обывателю сказать, что в стране какой-нибудь какании или помирании, как хочешь, назови. В общем, только покопайся в словаре и придумай новую страну. Совершается нечто ужасное. Там нарушаются принципы демократии. И там местный диктатор, опять-таки, подберите ему имя европейское или африканское, какое хотите. Где конфликт, такое имя. Что он вообще попрал все нормы международного права. И что мы ввели против него санкции, но он почему-то выжил после этих санкций, и сохранил свою страну и экономику. И теперь ничего не остается, как вступить на старание добра в эту битву с мировым злом, локализованным в такой-то стране, на таком-то континенте. Всю эту пургу показывают по телевизору. Народ, у которого есть два доминанта в жизни, это холодильник и телевизор. Телевизор и холодильник, они меняются местами, иногда сращиваются, иногда телевизор вмонтирован в холодильник, так, чтобы два раза не ходить. Они смотрят эту всю эту чушь по телевизору, а там дела такие разворачивают, там девочку какую-то спасают обязательно, обязательно с игрушкой плюшевой, которую она прижимает к себе. А кругом все горит, это все делается на рире, на зеленой стенке, на которой компьютерно подставляют разбомбленные города, Сталинград, что хочешь туда поставить, сейчас оживет обыватель примитивный. И эту девочку там мажут сажей, она там бегает под наложенные звуки выстрелов, потом с ней встречается президент, с этой девочкой. Короче, страна ликует, там, значит, какого-то фотографии убитых, там, морпехов, там, одного или двух. В общем, президента переизбирают, война выиграна, все сделано, но там дальше, значит, скрипач не нужен, оказывается, как обычно. А человек, который придумывает, там, какую-нибудь такую большую ложь, которая сработала, сыграла, как бы там начинается конфликт интересов вообще. Он больше не нужен, во-первых. А он начинает думать о себе, что он вообще очень важный человек, что он там, не знаю, мир спас, да, ну, по крайней мере, спас политическую систему своего родного государства. Он начинает предъявлять там всякие свои хотелки, вот, а он уже не нужен, он этого не понимает. Ну, и там, в общем-то, заканчивается трагедией. Но по степени проникновения вот в эту медийную бесовню, вот эта каша западная такая, это бесовня, это на самом деле, это фальшивая денежная банкнота, фабрика лжи, как бы в виде Голливуда, вот, и абсолютно брехливые СМИ, которые штампуют мозги своих избирателей, как бы в ту сторону, в которую им захочется. Это все ценно, потому что показывается на хорошем материале американским, таким корневым, американским, как вы слышите по фамилии, еврейского происхождения, что тоже очень ценно, с острым взглядом человек, режиссером, и вскрывает нам всю эту вакханалию бесоводимых людей, которые пытаются командовать всей вселенной. По сути, вот сегодня-то и злость, такая инфернальная на Россию, заключается именно в том, что вопреки торжеству доллара и Голливуда, Россия вступила в схватку с вавилонской блудницей, у которой на голове очень похожее украшение, как у статуи свободы, стоящей в бухте возле Нью-Йорка. Именно эта дама, которая бросила факел, взяла чашу мерзостей земных, села на красного зверя и пляшет по всей вселенной, разрушая одни и пленяя другие государства, она именно, собственно, и получает по мордам сегодня от единственной страны, которая способна ей сопротивляться. А для того, чтобы воевать, нужно воевать ложью. Воры все лгут, а это воровская цивилизация, лжут с утра до вечера. И горе тому, кто и поверил, кстати говоря, горе тем, кто поверил, это лживые блудницы. Поэтому нам показывается в данном фильме «Хвост виляет собакой», он называется, плутовство, плутовство или ложь виляет собакой. Вскрывается вот это вот технологическое подноготное изнасилование мозгов многомиллионного собственного населения и всех остальных, кто поверил в вавилонской блуднице. Я считаю, что фильм актуальный, актуальнейший и пророческий, поскольку был снят еще до событий. По развалу Югославии до первой-второй войны в Ираке, до многого чего, ну, конечно, до сегодняшних событий на Украине. «Хвост виляет собакой» фильм о том, как умерла свободная пресса и как ее забальзамировали. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok